Друзья, я приветствую всех. Это НЛ-подкаст «Истории успеха». И со мной на связи Гульзат Рахимбекова. Гульзат, я приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Очень приятно быть сегодня здесь с вами. НЛ-подкаст «Истории успеха». Гульзат, я начинаю, как правило, подкаст с одних и тех же слов. Подкаст называется «Истории успеха». Это означает, что мы будем возвращаться в ваше прошлое, когда только-только всё начиналось. И вот у вас, Гульзат, когда у вас всё началось, я имею в виду ваше знакомство с НЛ. Кем вы были до того, как вы познакомились с компанией? Чем вы занимались? Почему вас не устроила ваша прошлая жизнь? Какой это год шёл? В каком году всё началось? Всё началось довольно-таки банально, как и у всех. В 2015 году я находилась в декретном отпуске и подрабатывала на дому, занимаясь выпечкой. У меня трое детей, погодки. И так получилось, как у всех, после долгого затяжного декрета. Я набрала лишний вес, захотелось скинуть его. Я попробовала очень много различных способов, пробовала и спорт, и правильное питание, и всё на свете. Но однажды моя сестра, она мне скинула результаты своей подруги до и после похудения и рассказала мне про какие-то чудо-коктейли. В 2015 году, это было в январе, и на тот момент для меня было всё равно, как они выглядят, какие они на вкус, из чего они сделаны. У меня стояла задача просто похудеть. На тот момент я весила от 85 до 93 килограммами, у меня вес доходил. Бульзат, а у вас какой рост при этом? 161. То есть вы совсем миниатюрные и так много весили? Ну, у меня так получилось, что родила детей подряд, получается, дочь, и через год у меня была двойня сразу. Конечно. И поэтому всё друг на друга наложилось, и там первые 2-3 года в декрете мне было не до себя, потому что нам никто с детьми не помогал, я сама занималась с детьми, муж на работе, зарабатывал на нас всех. Бульзат, вы переживали по этому поводу, что вот так случилось? Я имею в виду лишний вес. На тот момент, конечно, я переживала, но до одного момента я не замечала, я чувствовала себя прекрасной, я не считала себя толстой, жирной или ещё что-то. Мне было комфортно в плане того, что я не замечала его. Я ушла в семью, в детей, в быт, и мне казалось, что в этом заключается моя миссия, что я для этого рождена, что должна заниматься семьёй. Пока в один прекрасный день, стоя в очереди в магазине, один молодой человек обратился ко мне со словом «тётенька». Ну, Татья говорит, вы крайняя или нет? Это меня немного задело, потому что я не считала себя взрослым человеком, я считала себя вполне такой молодой женщиной, которая только родила. И эти слова, они меня задели. И только в тот момент я обратила внимание на себя. То, что да, действительно, я набрала, да, действительно, там, 54 размер — это размер не для девушки, что выгляжу довольно-таки взрослой. И у меня вот идея фикс такая возникла, то, что неужели я не могу жить для себя? Почему я должна посвящать всю себя только семье? Я же тоже человек, и мне хотелось выглядеть хорошо, в первую очередь, в своих глазах, также, во вторую очередь, быть примером для своих детей, то, что там роды, дети или семья — это не повод для того, чтобы выглядеть плохо. Гульзат, может, я вам вопрос немножечко некорректный. Если что, вы меня пожурите и не отвечаете на него. Но если сможете, ответьте. Хорошо. А в тот момент, сколько было лет, вот когда к вам молодой человек в очереди обратился тётенька? На тот момент мне было 29. Слушайте. И вот ваша сестра в 2015 году говорит Гульзат, смотри, есть какой результат. Да, мои близкие, они видели то, что я пытаюсь там худеть. Я месяц голодала, сидела только на воде, потом опять набрала. Пробовала все возможные чаи похудейки в аптеках, пробовала заниматься спортом. Утром стартовала, вечером финишировала, всё как у всех. И у меня всё время были какие-то причины, которые мешали мне дойти до конца. То нужно было готовить, но я не успевала. Мне нужно было выбирать, либо я готовлю детям, либо себе. Утром пойти на пробежку, опять же, выбор, детей оставлять с одних дома, пока не спят, или оставаться самой дома. И моё окружение ближайшее на тот момент, это моя мама, мой муж, моя сестра, дети, всё. На тот момент вот только эти люди были рядом со мной. Они знали, что я хочу похудеть, вернуть себя. И моя сестра, она совершенно случайно скинула свою подругу, фото её подруги. Мы её знаем довольно-таки давно, порядка 10-13 лет. Её подругу я знаю. Знаю, что она всегда страдала лишним весом. И тут скидывают мне её до и после, там минус 10 килограмм. Человек поменялся очень сильно, и я захотела приобрести этот продукт для себя. Я хотела во что бы то ни стало получить свой желаемый результат и измениться. Плюс я начала искать в тот момент какие-то любые другие способы. И на тот момент был только этот, который мне предложили, и где я видела именно видимые результаты знакомого человека. Ну, смотрите, вот вы увидели этот продукт, вы увидели результаты человека, вы увидели, что человек, который был всегда полненьким, вдруг стал стройненьким. Но у вас есть вопросы, что вдруг это вредно, вдруг это химия какая-то, вдруг это, не знаю, что-то неполезное для здоровья, а вы молодая мама. Суть не в этом. Я не боялась. Почему? Потому что её подруга жива, здорова, продолжает жить своей жизнью, но уже гораздо лучше, чем раньше, потому что чувствует себя комфортно, уверенно. У неё нет того лишнего веса, который ей всегда мешал. И глядя на неё, мне хотелось точно так же изменить. Если у неё нет никаких проблем, то почему они должны быть у меня? Ну и в любом случае для того, чтобы понять и разобраться, я всегда понимала то, что я должна попробовать на себе. Это правило, оно у меня есть с 17 лет, потому что я с 17 лет работаю и живу самостоятельно. Были различные ситуации, когда я понимала то, что нужно пропускать всё через себя. И даже если с первой, со второй, с третьей попытки не получается, если продолжать и смотреть по сторонам, опираясь на результаты каких-то других людей, можно найти ключ, который откроет тебе дорогу именно к результату твоему желаемому. И так и получилось. Я решилась взять этот продукт, хотя на тот момент для меня это было дорого, но тема цены или денег на тот момент для меня было неважно. Я считала, что если я хочу получить желаемый результат, то неважно, сколько это стоит. Пусть это займёт немного дольше времени в плане того, чтобы накопить или ещё что-то, но я должна там попробовать. И как получилось так, что вы его купили? Вы купили его продукт у этой знакомой вашей сестры, она уже в тот момент была в НЛ. Или как получилось так, что вы купили продукт? Она была зарегистрирована, но я на тот момент не понимала, что это сетевой бизнес, то, что там регистрация, нерегистрация. Я просто спросила, где можно его приобрести. Они мне скинули номер телефона наставника моего, Сергея Власова. Сказали, вот позвони или напиши этому парню, у него можно будет приобрести коктейли для себя. Я на тот момент, чтобы вы понимали, деградировала по полной. Я не знала, что такое Инстаграм. Ватсап у нас только-только появился, и по Ватсапу особо не умела общаться. Я зашла на Ватсап, смотрю его аватарку. На аватарке брутальный бородатый парень, весь в татуировках. И я ему пишу, доброго вечера, хочу приобрести у вас там коктейли. Но он просто без задних мыслей пишет, всё, окей, приезжайте ко мне домой. В 20.00 я буду дома, можете забрать коктейли. У нас свой менталитет есть. Многие знают, да, вот в Азии свой менталитет. И для меня это было дико. Во-первых, то, что у него голый торс на аватарке. Во-вторых, то, что были татуировки. И то, что он предлагает мне приехать к нему домой. Для меня это было очень дико и страшно. Я просто звоню своему мужу, говорю, так, так, я хочу купить себе продукт. А там этот парень зовёт меня к себе домой. Можешь со мной съездить? Я не хочу одна ехать, давай вместе. Вот так вот с мужем договорилась, и мы поехали с ним вместе к нему домой, чтобы купить продукцию для себя. И когда мы приехали к ним, это был январь, 27 января, первая фраза, которая от него прозвучала, про что вам рассказать, про бизнес или про продукт? Тема бизнеса, она интересовала меня всегда. Я всегда ищу способы, как зарабатывать. И меня это очень удивило. Говорю, а что, здесь можно деньги зарабатывать? Я говорю, да, можно зарабатывать. Я говорю, ну давайте, расскажите мне всё. Сергей на тот момент, он тоже только-только начинал заниматься этим бизнесом, только начинал проводить встречи и начал мне рассказывать про компанию, про PV, про выплаты, про Мерседесы, про миллионы. Но у меня было такое чувство, что меня пытаются обмануть. Почему? Потому что, во-первых, для меня было дико то, что парень в трениках, в майке сидит и рассказывает мне про миллионы. Во вторую очередь, то, что для меня было дико видеть кота-сфинкса. Я впервые видела кота без шерсти. И было такое чувство, что нас пытаются облапошить или ещё что-то подобное. Муж у меня сидел после работы, тоже вместе со мной приехал. И было желание побыстрее уйти, перестать там слушать. Но так как было неудобно, я сидела и слушала до конца. В итоге, в последний вопрос, который я ему задала, я говорю, что надо сделать, чтобы купить банки? Можно я их куплю и поеду? У меня дома дети. Он говорит, всё хорошо, надо зарегистрироваться. Я говорю, а сколько это стоит? Он говорит, бесплатно. Я говорю, ну раз бесплатно, давайте регистрируйте меня, я куплю банки и поеду. Следующий момент, который сыграл тоже очень важную роль, и впоследствии он очень сильно помог. То, что они дали мне попробовать коктейль. Они смешали капучино на молоке, дали попробовать. И уже в тот момент, когда я попробовала коктейль, я в него влюбилась. Он очень вкусный. Он попробовал? Алмаз попробовал в тот момент коктейль? Да, мы с ним вдвоём попробовали. Когда они готовили коктейль, открыли холодильник, в холодильнике было только молоко и только виски. Больше ничего не было. И это тоже произвело на нас впечатление, то, что да, действительно, они питаются только коктейлями. Вот так вот хорошо живут, что только виски покупают, молоко, больше ничего. Почему меня впечатлило то, что мне дали попробовать коктейль? Потому что для меня на тот момент купить коктейли было дорого. И то, чтобы просто приготовить одну порцию и кому-то просто так дать, я считала, что это тоже нужно быть таким щедрым человеком, чтобы просто так раздавать свой продукт. Но тем самым они меня подкупили. И Сергей сказал такую фразу. Он говорит, если у тебя есть подруги, которые также хотят скинуть лишний вес, поправить своё здоровье, ты можешь найти двух своих подруг, которые купят также продукт и вернёшь свои потраченные деньги. У меня, как и у всех людей, были сомнения в голове. Я просто умею закрывать мысли с этими сомнениями и не думать о них. Но в любом случае промелькнула такая мысль, что даже если я не похудею, даже если продукт не сработает, зато я могу остаться при своих деньгах. И это было 27 января. Я говорю, Сергей, всё хорошо, я сделаю. Он говорит, надо 200 баллов закрепить. Я говорю, всё, я сделаю. Он ещё так посмотрел недоверчиво. В течение последующих 4-5 дней я позвонила двум подругам. Я не изучала сайт, потому что я не умела этого делать. Я там нигде не вычитывала ничего. Просто на своих ощущениях я рассказала, насколько это вкусно, почему я его купила, рассказала про результат знакомой, подруги моей сестры, рассказала про встречу, что, прикинь, они вот едят только коктейли, и там бывает, что они ещё виски пьют, больше ничего не едят. Хорошо выглядят, очень молодо, красиво. И вот эти ощущения, мои впечатления, они мне помогли сделать две продажи. Я закрыла 200 баллов и заработала свои первые деньги. Бульжат, у меня к вам вот какой вопрос. Начало интригующее, вообще интригующее, очень интересное. Но у меня вот какой вопрос. Когда вы сходили к своему теперь уже наставнику, тогда вы не знали, что это будет ваш наставник, он дал вам... Ну да. Но он дал попробовать вам коктейли. И мне кажется, что один из самых важных моментов, раз вы там были со своим супругом, Алмаз был с вами, один из самых важных моментов, это ваш разговор с супругом после того, как вы вышли оттуда. Потому что вы наверняка начали обсуждать. И вот мне кажется, сейчас меня либо переубедите, либо подтвердите мои слова. И мне кажется, что вот это самый важный такой момент решающий. Потому что если бы Алмаз сказал, что-то здесь не то, гульзат, что-то... и вот в вас это сомнение начало развивать, может быть, ничего бы не получилось. Как повёл себя Алмаз? Какой у вас был разговор? Расскажите про это. Ну, у нас дома равноправие. Каждый имеет своё мнение. И мы не оспариваем ничьё мнение. Вот в таком плане, в первую очередь, да, хочется рассказать. И второй момент. Мой муж, он бывший исследователь, замначальник следственного отдела, проработал в полиции, очень долгое время закончил МВД, РК. И когда мы с ним возвращались домой, конечно, он немного так подкалывал, говорит, ага, миллионеры. Говорит, как будто бы, говорит, на банках можно миллион взорвать. Он не понимал, что это за продукт. Но он всегда оставляет шансы на то, что всё реально и всё возможно. Наш разговор по поводу бизнеса он состоялся чуть позже. Но что хочу сказать, то, что Алмаз был моим первым клиентом впоследствии, который приобретал у меня продукт. Так как он попробовал коктейль, он на тот момент уже работал в банке и начал таскать у меня тоже коктейли, то здесь утром съезд, то вечером. Я ему уже говорю, хватит, давай покупай себе отдельно банку и забирай её с собой. Будешь у тебя в банке есть. Я говорю, у меня нет денег, чтобы ещё раз покупать там. И он купил себе коктейли через мою идею, заказал тоже, начал забирать с собой в банк. В банке все же знают, как работает там в обеденное время, все возле микроволновки стоят, разогревают обеды. А Алмаз он просто как космонавт в скафандре размешивает себе коктейль, выпил дальше, пошёл работать. И через него пошли первые клиенты, которые точно так же заинтересовались продуктом, захотели попробовать, захотели купить. Вот так вот у нас появились первые клиенты уже извне. Гульзат, вы просто прирождённый коммерсант. Сделать бизнес при помощи своего мужа, сказав ему, знаешь, дорогой, хватит воровать у меня коктейли, покупай банку, я его пою, это сильный ход. Я немножко вас отвлёк, но мне хотелось уточнить момент, я немножко вас отвлёк, вы остановились на том, что вы нашли двух подруг, они у вас купили продукт, и вы вернули свои деньги. Что дальше? Да. Ну, я также до сих пор не понимала, что это сетевой, так как к сетевому маркетингу я относилась скептически всегда. У меня не было никогда опыта сетевого бизнеса, но я слышала мнения других людей, мы же слышим всё время, когда кто-то что-то рассказывает или ещё что-то подобное. И когда мне начислили в личном кабинете первые мои деньги, я, конечно, была рада этому, но всё равно у меня было такое небольшое недоверие, потому что, ага, сейчас что-то с этими деньгами произойдёт. Я просто иду, вот третьего числа начислили, в этот же день иду в офис, в наш магазин ННЛ, и трачу все эти деньги на другие позиции продукта. Думаю, хотя бы продуктом заберу, пока у меня их никто не увёл. Я взяла там для дома средства, для посуды, для себя там ещё коктейль взяла и до больного ушла. Я думала, вот неплохо. Но я начала думать, у меня начали появляться такие мысли, а что же я всё-таки такого сделала, за что мне заплатили? Ну, практически 100 долларов мне заплатили, но я не чувствовала, чтобы я что-то сделала. Я человек, который привык всегда работать именно физическим трудом. у меня всегда было своё дело, свой бизнес, да, вот в различных, скажем так, вариантах я зарабатывала, но всегда нужно было что-то делать именно физически. И ощущение того, что мне за что-то заплатили, а я не могу понять, за что, оно меня не покидало. Но мыслей заниматься бизнесом у меня не было. Я не отнеслась к этому серьёзно. Я начала пользоваться продуктом. Как я уже говорила, мой супруг был моим первым клиентом. Я начала получать результат. Уже через неделю там были, видимо, результаты. Плюс у меня начали люди интересоваться. Что-то в тебе поменялось? Что ты делаешь? Я начинаю рассказывать. Вот взяла себе такие коктейли. Интересовался кто? Это обычно те же самые мамаши во дворе, с которыми мы там гуляем, да? Гости домой приходят, спрашивают, о, а что у тебя за средства? Вместо привычного фэри у меня глаз стоит. Я объясняю, для чего он, почему я им пользуюсь, его безвредность, полностью всё. И таким образом у меня пошли продажи. Не было никаких целей продавать. У меня не было цели зарабатывать или ещё что-то. Всё пошло вот именно через моё личное пользование. Те позиции, которыми я пользовалась, они у меня продавались. Про коктейли я рассказывала именно на своих ощущениях. Давила именно на то, что они вкусные, какие мне вкусы нравятся, какие вкусы предпочитают дети, какой результат у меня есть. То, что я там начала лучше высыпаться, то, что у меня больше энергии. Но когда трое детей, энергии нужно действительно больше. И именно вот мои личные отзывы плюс мои личные ощущения, эмоции, они мне помогли сделать продажи. Получается, это был первый полноценный месяц регистрации. Там же несколько дней было, в предыдущем месяце. Я заработала порядка 15 тысяч рублей. Это неплохо, кстати, да? Это неплохо? Да. Да, это хорошо. Мой супруг в банке в тот момент зарабатывал такую зарплату, работая месяц. С 7 утра до вечера. Я не знаю, что вам сказал супруг после того, как вы в конце месяца сравнили свои зарплаты. Я поехала обналичивать эти деньги. Тогда у меня ИП не было. Я обналичивала через своего наставника. Мой наставник, он мне написал ещё сообщение в личку. Ну, видимо, там по объёмам было видно меня. Я не знала, что меня видно у него в личном кабинете. У нас есть даунлайн, где мы видим всех людей в команде, но на тот момент я об этом не знала. И Сергей мне написал, «Гульза, здорово, ты заработала столько денег, давай мы встретимся и начнём работать». Мне польстило то, что он меня запомнил. Я такая, «Ничего себе, он меня запомнил среди такого потока людей, которые у него есть, и он хочет, чтобы я с ним работала». Это прямо очень воодушевило меня. Думаю, «Ничего себе, как можно запомнить всех?» Плюс я перевела деньги, чтобы вывести наличными. Хотелось получить их наличными. Приехала в офис и увидела очень такое большое количество менеджеров, таких же молодых, красивых, амбициозных, все такие модные. И Сергей приехал, начал всем отдавать их зарплаты. Ну, кто сколько заработал, просто не у всех было ИП, поэтому мы так делали. И что меня зацепило, когда он приехал, он просто открывает свой рюкзак, и там рюкзак, он наполовину, там полный денег. Я столько денег никогда в жизни не видела. И мне захотелось понять, как же здесь можно зарабатывать. Видимо, это просто произвело впечатление на меня, то, что действительно здесь есть деньги, и то, что здесь действительно работает не только взрослое поколение, но также и молодые люди работают, зарабатывают. Когда я приехала домой, я в первую очередь показала свой доход своему мужу, и рассказала обо всём том, что я увидела в офисе. Рассказала там про рюкзак с деньгами, про всё, но он говорит, ну, даже если ты рюкзаками деньги не будешь зарабатывать, в любом случае, смотри, говорит, здесь рисков никаких нет. Ты ничем не рискуешь, никаких денег не вкладываешь, там не надо никого обманывать, не надо никого там куда-то заводить или ещё что-то подобное. В любом случае, даже если у тебя не получится, ты ничего не теряешь. И я принимаю решение, что я хочу попробовать поработать в сетевом бизнесе. Гульзат, я в этом остановлю ненадолго. Вот знаете, как с кино бывает, и я принимаю решение ненадолго, я принимаю решение поработать в сетевом бизнесе, а потом раз, и начинается реклама, и все ждут, что же там будет дальше. Я вижу, у меня в голове есть такой вопрос. Вы меня простите ради бога, я какие-то уточняющие моменты буду задавать. Как мне, знаете, кто-то сказал, слушали ваш подкаст, так понравилось, потому что вы совершенно ничего не понимаете и задаёте вопросы совершенно неожиданные. Я думаю, что это даже и не плохо. Вы мне скажите, вот вы начали общаться с молодыми мамочками, такими же, как вы, с теми, с кем вы были знакомы, с какими-то подружками, приятельницами, и они через вас стали это покупать. Мне знаете, какой вопрос? А вот вы пьёте эти коктейли? Я удивляюсь, почему мне до этого это в голову не приходило. Худеете, результат есть. Ну а эти мамочки, они вам не задавали вопрос, Гульзат, а если я захочу печенье какого-то поесть, конфет, я что, не буду, что ли, хотеть это всё есть? Мне всё заменит этот коктейль? А если я захочу, я не знаю, чипсов наесться? Вот как это? Как это сочетается? Ну, во-первых, если человек держит программу для того, чтобы скинуть лишний вес, то там есть определённые специальные программы питания, придерживаясь которых, можно получить желаемый результат. Там программы разные, и рацион питания у многих из них разные, отличаются. Для того, чтобы перестать есть вредную пищу, нужно ввести в свой рацион одну-две порции Energy Diet. Для чего? То есть, когда мы хотим что-то съесть вредное, это говорит о том, что нашему организму чего-то не хватает. Да-да-да, конечно. Какого-либо витамина, фермента, минерала или ещё что-то. А когда мы включаем в свой рацион Energy Diet, даже если это одна-две порции в день, мы восполняем всё необходимое для нашего организма. У нас в Казахстане есть такая традиция пить чай с молоком, с жирным молоком. Мы пьём его с детства. Я пока была в декрете, в день у меня уходило две банки шадринского, просто потому что я пила так чай. Вы не рассказываете, потому что как-то меня угостили таким чаем. Я был вообще, я был настолько поражён, как вы его пьёте, он же такой жирный. Да. Вот. Я во время декрета пила чай, так как у нас принято и думают, что для кормящей мамы чай обязательно. Чем жирнее, тем лучше, чем больше, тем лучше, то, что будет полезно детям. И когда я начала пить Energy Diet, я начала держать программу питания, я отказалась от чая в принципе. Я вообще чай перестала пить. Мне не потому, что там нужно перестать его пить или ещё что-то. Мне не хочется его пить. Я перестала пить молоко. На данный момент молока вообще нет в моём рационе. У меня дети пьют, я нет. Перестала есть там жареную картошку. Вообще картофеля в рационе нет, потому что если сравнивать, что было раньше и что сейчас раньше, мы, как и все, там картошку на зиму покупали мешками. Все же люди так делают, запасы делают на зиму. У нас в семье сейчас такого нет. И рацион нашей семьи, он очень сильно поменялся. У меня коктейли пьют и муж, и я, и дети мои. В основном у нас идёт упор на детям молочку, плюс мясо, рыба, овощи, фрукты и какие-то полезные там крупы. Всё. А макаронные изделия там один-два раза в месяц может быть. И то, это когда у нас дети хотят. Именно с тем, что вы просто держитесь или вам действительно не хочется? Действительно не хочется. Вообще не хочется. Но это за счёт того, что идёт полное восполнение, идеальный баланс всех витаминов и минералов, которые необходимы для нашего организма. Одна порция энергии это всё время поддерживает наш организм именно в том балансе, который нужен. Нет такого, чтобы чего-то не хватало или что-то хочется или ещё что-то. Бывают, конечно, моменты, когда жутко чего-то хочется. Но это не на постоянной основе, как у многих людей. Большинство людей каждый день чего-то хотят. Слушайте, да я почему вас об этом спросил я уже пользуюсь служебным положением, записывая эти подкасты, потому что я не могу. Меня каждый день… Гульзат, я вас нисколько сейчас не обманываю и не разыгрываю. Меня каждый день тянет на сладкое. Я вот прям не могу. Мне хочется сладкого и всё, без остановки. Но вы тратите много энергии, потому что когда идёт общение с людьми, это огромная энергия тратится именно с двух сторон. И бывает такое, как у нас, например, на нашем примере, когда мы проводим рабочие встречи, когда мы общаемся в личке с менеджерами, либо проводим вебинары, это затрачивается огромная энергия. И для её восстановления многим хочется именно съесть что-то быстрое, восстановить какое-то углеводное окно, у нас так говорят. поэтому это нормальное явление, то, что вам хочется сладкого. Сладкое – это самый быстрый способ восстановиться, получить быструю энергию на данный момент. Я же к компании «Эннель» не имею никакого отношения, я не знаю, в курсе вы или нет, но я не имею никакого отношения к компании «Эннель» абсолютно никогда не пробовал продукт, и я просто беру вот эти интервью, я просто беседую в подкастах. Но я так чувствую, что с каждой беседой я к вам всё ближе и ближе. Так, всё, а то вы сейчас меня проработаете, и я начну вас покупать. Давайте-ка вернёмся к тому, с чего мы остановились. А дальше посмотрим. У меня такой цели нет, чтобы вам что-то продать. Я делюсь с вами личным своим впечатлением, личным рекомендаем. А так возьмите себе коктейль, и биодрон энергии будет через край. Будем круглосуточно разговаривать. Ой, вы опасный человек, Гульзат, вы опасный человек, с вами разговаривать очень опасно. Если уж вы мужа вокруг пальца вот так легко провели, сказали, покупай свою банку, а что уж говорить обо мне? Мы остановились с вами на том моменте, ушли вот на эту нашу рекламную паузу. Мы остановились на том моменте, когда вы получили свои деньги, когда ваш супруг вам сказал о том, что Гульзат, ну, ты ничем не рискуешь, всё нормально. Да, я помню. Да, и вы рискуете на том, что с чего? Да. Я на тот момент занималась ещё и выпечкой, я уже говорила об этом вначале, я пекла на дому. Ну, зарабатывала я неплохо для того, чтобы, ну, скажем так, сидеть дома с детьми и плюс там какой-то доход иметь. У меня были мои клиенты, там несколько магазинов, которые заказывали у меня выпечку. И когда я приняла решение заниматься сетевым бизнесом, первую неделю я пыталась совмещать, а потом в один момент я понимаю то, что у меня идёт расфокусировка. Ну, и я училась в русской школе, знаю очень много поговорок различных, и на тот момент у меня была в голове такая мысль, то, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И я решила выбирать. Я просто отказалась от всех своих клиентов, отказалась от выпечки, и я понимала, что мне нужно время для того, чтобы во всём разобраться и для того, чтобы понять, как и что работает именно в этом бизнесе. Я перестаю печь, отказываю всем своим клиентам, говорю, что всё, я больше этим заниматься не буду, что я ушла в сетевую компанию. Сначала они, конечно же, отнеслись к этому с недоверием, и бывало такое, что первые несколько дней они мне всё ещё звонили, говорят, может быть, всё-таки ты будешь нам готовить, или нет, всё равно же деньги нужны. Я говорю, нет, всё, я приняла окончательное решение. Я создала свой график, детей начала в садик водить. Утром детей отводила в садик, до обеда занималась домашними делами. В два часа каждый день, как штык, я была в офисе. Неважно, там погода, не погода, выходной, не выходной. Каждый день в два часа дня я была в офисе и работала там до пяти. Ну как работала? У меня людей на тот момент не было. Я смотрела по сторонам, кто как проводит встречи, кто что говорит. Я слушала маркетинг-план в разных вариантах, разных менеджеров. Я хотела понять, откуда здесь деньги, за что нам платят. Потому что, когда я заработала 15 тысяч рублей, я начала сравнивать, сколько мне нужно было испечь выпечки для того, чтобы заработать такую же сумму денег. Сколько бы времени я потратила на то, чтобы заработать эти деньги именно выпекая там заказы. И, конечно же, сравнение было не в пользу выпечки, а наоборот. Здесь, получается, я ничем особо не занималась, просто пользовалась продуктом, рассказывала о нём, и мне заплатили такие деньги. И каждый день, приходя в офис, у меня каждый день были какие-то свои инсайты. Я слушала, подмечала, какие-то слова мне нравились, я их записывала, где-то что-то новую фишку услышала, я её для себя брала. У нас ещё в тот момент в офисах были такие столбы внутри офиса, ну, они как украшения были, и за столбами столики стояли. Был такой столб, здесь с этой стороны стол стоит, там у нас встречи постоянно проводит одна команда, а я с этой стороны садилась и сидела, слушала, о чём говорят там, как они проводят встречи. Начала знакомиться с ребятами, это были параллельные ветки, и спрашивать у них, где вы берёте людей, как вы делаете продажи. У меня не было Инстаграма. Они говорят, надо звать людей. У Сергея спрашивала, у всех спрашивала. И потом продажи у меня идут, а людей нет, люди мне отказывают. был такой момент, когда я в один день обзвонила порядка 68 человек, из них 18 согласились прийти, я назначала встречи на субботу. Ну, у меня такая логика была, то, что в выходной день люди найдут свободное время и приедут. 18 человек согласились прийти, у меня субботний день был расписан с 10 утра до 8 вечера встречи. Я договорилась с супругом, он забрал детей, отвёз к бабушке. Я в этот день самая первая приехала в офис, открыла его, как говорится, и была там до 8 вечера, закрыла этот офис вместе с продавцами. В этот день никто не пришёл. Никто? Не один человек. Не один? Вообще никто. Вы расстроились? Никто. На тот момент я очень сильно была зла на себя. Почему? Я понимала то, что люди не понимают, что такое компания НЛ. Они не понимают про то, что я им говорю по телефону. Когда я их зову в компанию, они видят компанию в моём лице. Потому что для того, чтобы понять, что компания, нужно сначала увидеть, посмотреть, как это выглядит изнутри, услышать. И я понимала то, что вот это отношение, то, что они мне не написали, что они не придут, они не подняли трубки, когда я им звонила уточнить, приедут они или нет. Тогда они своим таким поведением показали мне именно своё отношение ко мне, как к человеку. То, что значит, моё мнение для них не важно. То, чем я занимаюсь, то, куда я их зову, для них это неважно. И меня это разозлило, то, что это, ну, скажем так, дало мне понять то, что эти люди не соизволили даже там просто предупредить меня о том, что действительно не могут. Хотя обычно, если люди ценят других людей, они могут просто написать, извини, у меня сегодня не получается. Или просто позвонить, давай встретимся в другой раз. но я не получила ни одного такого сообщения и ни одного такого телефонного звонка. Можно было бы обидеться в тот момент на всех, на весь белый свет, на НЛ, там ещё что-то сказать, что это не моё, или у меня не получится, или ещё что-то. Но меня это очень сильно разозлило, задело по моему самолюбию. Я не привыкла к такому отношению, и я просто очень сильно разозлилась и такая думаю, ну, посмотрим, с вами или без вас, в любом случае, я здесь зарабатывать буду. И начала работать дальше. Ещё усерднее, ещё больше. Если раньше ездила в офис к двум, то тут начала ездить уже к 11 утра в офис. Училась всему. Пожалуйста, а что вы изменили? Вот смотрите, к вам не пришли ни один из 18 человек, никто не пришёл. Вы же выводы сделали. Что вы изменили потом в своём поведении, в своей подаче, в своих разговорах, что люди стали приходить? В чём была ошибка? Как вы её увидели? Я перестала выбирать людей. Когда я звонила и звала людей именно из своего окружения, я выбирала людей. Звонила тем людям, которые казались для меня потенциальными, у которых большой круг общения, которые авторитетны в нашем кругу, у которых больше друзей, чем у меня, которые шустрые, активные. А здесь, в этот момент, я просто перестаю выбирать людей, и я начинаю коммуницировать со всеми людьми, которые встречаются на моём пути каждый день. Со следующего дня у меня, я просто думаю, всё, я не буду выбирать, я буду работать со всеми. Зачем мне это нужно, если они своим авторитетом пытаются задавить меня? И зачем я буду унижать себя? Я хочу, чтобы у меня была команда. И неважно, какие люди у меня будут, потому что я понимаю то, что любого человека можно научить абсолютно всему. У меня был такой опыт в другом бизнесе, и это мне очень помогло. Я пошла на маникюр, как обычно, девчонки все ходят, и своему мастеру по маникюру даже предложила, давай заниматься бизнесом НЛ. Она отказалась, потому что она работает на себя, у неё там свой салон, всё. Я говорю, ну хорошо, ты можешь мне хотя бы помочь? Я говорю, у тебя очень много клиентов, к ней только по записи, да, там можно было попасть. Я говорю, каждый клиент минимум час у тебя находится. И в течение часа тебе всё рассказывают, кто развёлся, кто женился, кто что купил, кто куда съездил, кто отдохнул, не отдохнул. Там полностью всё рассказывают. Я говорю, если кто-то хочет зарабатывать, направить на меня. Если кто-то хочет похудеть, направить на меня. Она говорит, всё хорошо, с этой стороны я тебе помогу. И буквально на следующий день она начала направлять на меня людей. Прямо звонила, говорила, Гульзат, вот девочка хочет похудеть. Они через квартал от меня находятся. Я шла пешком, консультировала, давала попробовать коктейль, как когда-то мой наставник, рассказывала, объясняла, и у меня пошли продажи. Люди покупали. Про бизнес я пока не умела говорить, стеснялась, не знала, как правильно. И одна из клиенток, вот моего мастера по маникюру, её зовут Светлана, в тот момент она мне задаёт такой вопрос. Она мне заказала пять коктейлей, я её привезла, она задаёт вопрос. Гульзат, говорит, смотрит на класс, она говорит, ты по этой цене покупаешь и по этой же цене мне продаёшь. А в чём смысл? Ну, что ты имеешь? У нас же цена единая, что для клиентов, что для менеджеров. Ну, я просто говорю, нужно продать 11 банок, и тебе заплатят там 7-8 тысяч рублей. Ну, на наши деньги это 35 тысяч кингер. Она так задумалась, говорит, я уже пять купила, значит, мне нужно было ещё шесть. Я говорю, да. Говорит, я тоже хочу. Я говорю, ну, давай, я её регистрирую, всё. И она на следующий день приводит мне в офис людей. Она работала бухгалтером, у неё там в отделе другие бухгалтера. И это был первый менеджер у меня, который начал вести людей, с которыми мы начали проводить встречи. Она в этот же месяц закрывает там порядка 670 баллов. Ну, сейчас я скажу, насколько это были продажи. Так, это продажи порядка там на 100-120 тысяч рублей она продала в этот месяц. Хорошо. Да. Совершенно случайный человек. Если бы не мой мастер по маникюру, я бы с ней никогда бы и не познакомилась. У меня ещё один вопрос, объясняющий. Друзья, я прошу прощения у тех, кто слушает этот подкаст, из-за того, что мы беседуем по интернету. Я периодически извиняюсь за это. Может казаться, что мы друг друга перебиваем, или чаще я перебиваю. Я прошу прощения за это. Это просто из-за того, что есть задержка сигнала, и мы беседуем по интернету. Гульзат, а уточните, пожалуйста, это уже вот какое время шло? Потому что вы начали... Так, сейчас моя память, если мне не изменит, в 2015... Это первый месяц принятого решения работать в НЛ. Вот я отказалась от выпечки, и в этот же момент это всё и происходит. Получается, в феврале я заработала 15 тысяч рублей, в январе зарегистрировалась, в феврале заработала. Вот это период март, март-апрель. Получается, я прошу, январь, февраль, март. Прошло 4 месяца с момента, как вы только-только познакомились с продуктом, правильно я считаю? Второй-третий месяц где-то так. Второй-третий даже месяц. У вас очень динамично всё развивалось, и я бы прямо хотел сейчас ещё раз проговорить тот момент. Вы перестали выбирать людей, вы стали работать со всеми. Да. Параллельно со Светланой у меня появляется другой менеджер в этот же месяц. У меня не было Инстаграма в тот момент, я даже не знала, что это такое. У меня появляется менеджер, совершенно случайно тоже. Я с ней познакомилась в лифту своего дома. Я ехала с заказами, поднималась домой в лифту, у меня была такая книжка Energy Diet, мини-презентация. Я живу в 12-этажном доме, там прожили мы 12-13 лет, и со мной поднималась соседка моя, бабушка, 67 лет ей сейчас. На тот момент 65 было. Сейчас мне 67-70 уже. Вот. И она, мы с ней не знакомы, мы просто живём в одном доме, знаем, что мы соседи, друг друга киваем при встрече, и всё. И она увидела у меня мини-презентацию, говорит, можно посмотреть, что это такое? Ну я ей отдала. Думаю, без задней фазы, ну зачем бабушке худеть? Если ей скучно, пусть почитает на досуге. И всё. Это было воскресенье. Никаких надежд на неё у меня не было. В понедельник в 8 утра я иду с детьми в садик, и она мне звонит прям в ровно 8. Я ещё потом спрашивала, видимо, человек советской закалки, вот привык к такому времени, да. Звонит, говорит, вот, Ульзат, мы с дочерью изучили, посмотрели интернет, там вот Малышева рекомендует, почитали всё. Мы хотим заказать, нам нужно 5 коктейлей. Я говорю, хорошо, давайте я вас зарегистрировала. Говорит, нет, нас деньги не интересуют, мы хотим просто для себя взять и пользоваться. Ну конечно, я была рада такому заказу. Я привезла ей банки, проконсультировала, объяснила, как их употреблять, всё, и они начали пользоваться им. Буквально через несколько дней она мне опять звонит, говорит, так, так, у дочери на работе все спрашивают, где можно приобрести коктейли. Все распробовали, все хотят. Я говорю, а где дочь работает? Она говорит, а в роддоме работает. Я говорю, сейчас я к вам приду. Я на пятом живу, она на десятом, я поднялась на десятый, объясняю ей систему по продажам, говорю, надо продать 11 банок, вы заработаете вот столько денег, вы можете себе продукт бесплатно получать, плюс ещё и денег зарабатывать. Зарегистрировала её, и со следующего дня она со мной вместе начала ездить в офис. Мы с ней договаривались, на одном такси выезжали, пошёл поток медиков. К нам начали идти медики, мы проводили встречи, как умели, объясняли всё. В тот момент было сложно, потому что мне казалось, что медики гораздо умнее меня и понимают намного больше, чем я в этой сфере. бабушка в 65 лет, зарегистрировавшись у меня в структуре в первый же месяц, закрыла объём на 1700 баллов. Это продажи, чтобы не соврать, сейчас я скажу, где-то порядка 150, нет, больше там даже. Мне легче в тенге сказать, я могу в тенге сказать? Я тогда не смогу перевести. Ну, около 200 тысяч рублей, плюс-минус, она продала, сделала продажи. Вы какие-то фантастические рассказываете вещи, какие-то... Это всё реально. Всё реально. Бабушка была очень продвинутая. Я не умела по скайпу работать, она по скайпу консультировала свою подругу в Германии, отправляла ей посылки, ну, много всего делала. Вот. И благодаря таким случайным людям, получается, у меня два менеджера появились со стороны, плюс моя сестрёнка родная, плюс моя заловка, закрыли по 200 баллов, и я закрываю первую лидерскую квалификацию «Звезда» с товарооборотом там в 3600 баллов. Более 400 тысяч рублей у нас прошёл товарооборот в тот месяц. Без Инстаграма, без различных там каких-то продвижений, вот чисто общением и личным пользованием продуктом. Это в какой месяц уже было? Это вот в какой месяц произошло? Вот. Где-то третий месяц, да. Третий месяц после регистрации. Бульзат, я вот ничего не могу понять. Ну, я хотел вас спросить, было ли у вас желание там уйти, были ли трудные времена, но я вас слушаю, и мне кажется, таких мыслей у вас не было, чтобы уйти, у вас были мысли только идти вперёд. Правильно я или ошибаюсь? Да, всё правильно. У меня стояла цель. У меня стояла цель зарабатывать 30 тысяч рублей. Я приняла для себя решение, что я должна заработать 30 тысяч рублей, чтобы у меня были свои деньги, чтобы я не пожалела о своём решении перестать печь. И я считала, что 30 тысяч рублей в месяц для меня этого будет достаточно. Вы неожиданно заработали больше. Я заработала около 40 тысяч, 40-45 тысяч рублей. Я знаете, чего не могу понять? Я вот, чего не могу понять. Вот смотрите, у вас не было Инстаграма, вы не умели им пользоваться. Вы стеснялись рассказывать про бизнес, вы в основном продавали только сам продукт. Вы приходили в офис, к вам никто не приходил, вы проводили всю субботу в одиночку в этом офисе. То есть какие-то вот такие неприятные моменты очень часто в вашей жизни происходили. Вы не умели пользоваться скайпом, а бабушка продавала через скайп, но при этом вы за короткий срок показали хороший результат. Объясните мне, пожалуйста, почему тогда те, кто приходит в компанию с нуля, вот как и вы, почему они там полгода работают, год работают, потом недовольные уходят и ничего не зарабатывают. Но если вы ничего не умели, у вас ничего не было, как тогда получилось так? Вы просто везунчик, что ли, получается? Я продавала результат своих наставников. Я очень сильно верила в них и рассказывала про них на каждой встрече. Я говорила, вот, посмотрите, такие молодые, красивые, говорю, у них была своя фотостудия, они перестали фотографировать, сейчас занимают столько НЛ, зарабатывают там сейчас вот столько, с кожей Мерседесом получат. И чисто своей энергией и своими эмоциями я располагала у людей всегда. Но это в любом бизнесе очень важно, какая у тебя энергия идёт и как чувствует человек рядом с тобой, себя. Если мы всегда грустные и, скажем так, пассивные такие, что подходить не хочется, печальные, то люди не будут подходить к вам и не будут верить тому, что вы говорите. А если мы всегда на адреналине, если мы верим в то, что мы делаем, если мы сами действительно делаем какие-то действия, делимся этим с другими людьми, то тут люди начинают сами тянуться, потому что люди хотят быть там, где хорошо, где весело, где действительно есть вера в будущее, вера в себя. И людям хочется, чтобы в них кто-то верил. Я очень сильно верю в людей, очень сильно. У меня очень много лидеров выросло именно на этой вере. Они сами сейчас даже рассказывают, говорят, мы не верили, что мы можем так. А она нам говорила, ты можешь, ты можешь, давай, вот это сделай, вот это сделай. И только благодаря этой вере они растут. Это очень важно, не просто на словах верить, а именно, чтобы человек чувствовал эту веру, чтобы он видел твою поддержку, чтобы он знал, что ты всегда рядом и всегда направишь, поможешь. Это очень сильно помогает расти другим людям. Ну и плюс самому себе это возвращается, эта энергия, она возвращается всегда. При этом смотрите, вы никого ни разу не обманули. Если вы не могли в тот момент рассказывать о своих результатах, потому что их еще пока не было, вы рассказывали о результатах тех, у кого эти результаты были. Да. Они были наглядными. Это здоровский подход. Гульзат, а скажите, пожалуйста, в какой момент, это мой любимый вопрос, в какой момент вы потёртывали, что пришла слава, деньги пришли, богатство. Вот, наконец, свобода пришла. Вы стали позволять себе то, что вы хотите. У вас стало оставаться время свободное. Что это был за момент? Сколько лет прошло или месяцев с того дня, когда вы впервые познакомились с продуктом? Как это было? Что это был за чек? Я немножко по-другому скажу. У меня есть таких два значимых момента с того времени, как я в НЛ, которые очень важны для меня и которые я помню очень хорошо и ярко. Это первое, когда я закрывала квалификацию ДС, лидерская квалификация. На эту квалификацию у нас выдавали Мерседесы, автобонусы. И про вторую квалификацию чуть позже расскажу. Это совсем другая история. Я закрывала эту квалификацию именно для того, чтобы доказать, что я что-то могу. Не себе, а другим людям, а своим наставникам. Так получилось, что в один момент наш наставник начал звать нас в первых числах отметить наш чек. Сергей говорит, лидеры, давайте встретимся и отметим наши чеки. Мы хорошо поработали в этом месяце. Меня это вдохновило. Ко мне говорят, лидеры ко мне обращаются. Я лидер? Действительно это так, что ли? Меня это очень сильно удивило, но я была рада этому. Это такое небольшое, но признание. Я собираюсь на эту встречу. Это была первая встреча у нас в команде. И супругу говорю, у тебя каждый год корпоративы, на все праздники ты ходишь, я никуда не хожу давно. Сегодня у меня корпоратив, дети в твоем распоряжении, а я должна пойти. Муж говорит, все, без проблем, надо так надо. Я собралась, еду на эту встречу. У меня машины не было, я ездила на такси либо на автобусе. приехала на встречу, все, сидим. Нас было немного, там человек 6-7. И мой наставник, он обращается к другим ребятам. Сергей Белодедов, вот ты молодец, у тебя там скоро будет доход в миллион, в тенге. Скоро ты будешь зарабатывать 200 тысяч рублей, ты красавчик, а ему 25. Лера, менеджер, ей 19 лет, говорит, Лера, ты вообще у нас молодец, ты скоро свой Мерседес заберешь. На квалификацию 2С добавили Мерседеса А-класса. Говорит, вот тебе всего 19, ты такой огромный пример для всех, уже закрыла эту квалификацию, скоро получишь свой Мерседес. И там другим ребятам тоже что-то говорит, а мне ничего не говорит. А я самая старшая из всех. Я сижу, жду, жду, мне ничего не говорит. Я такая, ну когда я спрошу сама? Сергей, говорю, а я когда буду зарабатывать миллионы? Когда я получу машины, там еще что-то? Он так на меня посмотрел, говорит, ну людей у тебя мало в команде, надо больше людей, наверное, через год, через два, если вот с такой скоростью двигаться, как ты. А меня это так задело. Во-первых, я сама нарвалась, то что перед всеми спросила и перед всеми получила этот ответ. И такая, ну ничего себе, меня никто не верит, неужели я действительно ни на что не способная? Я ну вот очень сильно разозлилась, сутки, наверное, переживала, думала. Такая, думаю, ну нет, я должна стать самым лучшим лидером в команде у своего наставника. Я должна быть самым первым лидером, который закроет лидерскую квалификацию. Я начинаю работать, я работала в любое время. Я в тот момент училась вести Инстаграм, спрашивала у ребят, откуда они берут людей, как они ведут Инстаграм. Там Лера 19 лет могла за один день сделать продажи, там, не знаю, на 100 тысяч рублей спокойно продавала. Я говорила, откуда у тебя столько жирных клиентов? Ты сама худенькая, тебе всего 19, у тебя нет такого результата? Он говорит, вот через Инстаграм. Я подписалась на них, начала смотреть, что они делают и начала за ними повторять, дублировать. Смотрю, они там на кассе взяли, купили коктейль, вышли на улицу, так в руках держатся, сделали фотку с банкой, выложили у себя там, расписали всё. Я думаю, неужели так легко? Если у них капучино был, я пошла, взяла банку коктейля, встала на то же самое место, сделала такую же фотку со своей рукой, выложила, написала свой текст. И не сразу, но люди начали интересоваться, люди начали спрашивать, всё. Я проводила ночью скайпы для тех менеджеров, которые там находились в других городах, у которых не было времени днём. Начала работать со всеми, с других городов. В этот месяц я научилась пользоваться даунлайном. Это где мы видим список всех менеджеров, которые есть у нас в команде. я с каждым созванивалась, с каждым знакомилась, спрашивала, что знает про компанию, знает ли он, что здесь можно зарабатывать, знает ли он про продукт. И вот именно такой работой я начала понимать, как действительно нужно работать. У меня появились менеджеры в регионах. В тот момент регионы были закрыты, не было ни офисов, ни продукта. Я отправляла в Казылорду продукцию через автовокзал, собирала коробки, мужа просил, он отвозил, отправлял автобусом в Казылорду. Это возле Байконура у нас город находится. У меня подписались люди с запада, с Атырау, это нефтяной город. Там ребята, мы с ними на ватсапе всё время тоже в группе, они заказы проводят, проводят, выкупают, я собираю всю посылку, муж час едет до ЖД вокзала, отправляет коробки, они трое суток ждут, когда доедет поезд, оплачивают доставку, к ним привозят продукт, они за один, за два дня раздают заказы и опять заказывают. И вот таким вот образом, работая со всеми, работая с регионами, у меня закрывается первая лидерская квалификация Diamond Star, это когда подо мной ещё три человека закрыли звезду, я заработала свой первый миллион тенге, это 200 тысяч рублей заработала, и я стала первым лидером в команде своего наставника в такой лидерской квалификации. А вот вы мне скажите, а был потом какой-нибудь ещё вечер, какой-то ужин в ресторане, когда вы опять все собрались, и Сергей вам сказал, Гульзат, ну ты меня удивила, я-то тебе давал два года, а смотри, у тебя дела пошли гораздо быстрее. А, это каждый день происходит сейчас. Мы буквально позавчера собирались у нас дома здесь, все сетевики с нашей команды, кто живёт в Алматы, кто-то приехал из других городов, мы отмечали наше новоселье, мы с супругом заработали денег в НЛ, купили четырёхкомнатную квартиру в Алматы с видом на горы в самом элитном районе, вот, и все мы встречались отметить новоселье. На новоселье мой наставник так и сказал, когда-то пришла купить банку, прошло какое-то время, купили квартиру, говорит, всё реально в нашей жизни. Вы же, а второй момент, вы сказали, что у вас два момента было знаково. Да, да, второй момент, это когда я закрывала квалификацию ДТ-2. Если бы я разбиралась бы в маркетинг-плане и умела бы смотреть чуть дальше, именно, ну, имея мужское стратегическое мышление, я думаю, что это было бы, случилось бы гораздо раньше. Но здесь так получилось, что я не смотрела так далеко, я никогда не верила, что там можно закрыть квалификацию ДТ-5, что можно получить Mercedes, там ещё что-то, хотя мы его получили в первый год работы. Я бы, наверное, всё бы сделала по-другому. Но суть не в этом, самое главное, что всё это произошло, пусть лучше поздно, чем никогда. Вот, когда мы закрывали квалификацию ДТ-2, для меня это значимая квалификация, почему? Потому что именно в этот момент я почувствовала сплочённость своей команды. Когда есть общая цель, когда люди в команде понимают то, что каждый, абсолютно каждый менеджер имеет огромное значение для общего достижения. квалификация, эта квалификация, она закрывалась у нас вопреки всему, она закрывалась у нас в летнее время. Летом обычно все думают, что это не сезон для сетевого бизнеса, что расти в это время невозможно. Мы закрывали именно в летнее время, и получается, что повлияло? Повлиял один такой момент, когда один из новых менеджеров параллельной структуры был возмущен тем, что мамы в декрете приходят с детьми в офис. И то, что некоторые дети бывают шумными, активными, и они мешают проводить там встречи с серьезным бизнесменом. И так как у меня 70% структуры были именно такие менеджеры, мамы со всего Казахстана, многих это очень сильно возмутило. И мы решили показать, на что мы способны. В тот месяц у нас товароборот вырос в два раза, и у нас закрылось порядка четырех бриллиантов за один календарный месяц. Это были все мамы с детьми. И только после такого подвига, когда у нас была общая цель, в плане того, что абсолютно любая мама в декрете, абсолютно любая женщина с любым количеством детей может сделать любой результат за любое количество времени, которое на себе поставит, он помог многим людям собраться и принять решение по-новой, по-новой подписать себя в этот бизнес и начать свою, скажем так, свою новую историю. Это помогло многим пересмотреть свой взгляд на этот бизнес и пересмотреть свою работу в этом бизнесе. это тоже значимый момент для нас и для нашей команды, все до сих пор это помнят, как это происходило, как это было. Это было очень круто и незабываемо. Что хорошо, то что бизнес НЛ дает просто незабываемые эмоции, воспоминания и признания не только от компании, а именно в глазах людей, то, чего не хватает в обычной жизни. Кому не хватает признания? Обычно этого не хватает именно женщинам, которые дома занимаются бытом, детьми. Все мамы работают очень много, но их труд не заметен, потому что то, что дома чисто убрано, кушать приготовлено, этого мало кто замечает. Замечают только тогда, когда это не сделано. И этот труд обесценивается. Здесь же в нашем бизнесе каждый человек это личность, каждый трудится и его труд оценивается индивидуально от компании и, конечно же, от команды. Это просто неоценимо. Бульжат, я не знаю, этот вопрос я задаю постоянно, просто я не знаю, насколько он корректен сейчас, потому что есть разные особенности. Сколько вы сейчас зарабатываете в месяц? Сколько у вас сейчас чек? Если это не тайно? Ну, по-разному. По-разному можно, конечно же, больше. Максимальный чек, давайте я скажу, максимальный чек у меня был 1 миллион 400 тысяч рублей за один календарный месяц. 1 миллион 400 тысяч рублей. Гульжат, вы чего сейчас хотите? Вот чем вы сейчас может быть недовольны? Какие у вас дальше цели? Потому что 1 миллион 400, даже в два раза меньше, 700 тысяч, например, рублей, да? Это хорошая зарплата, это хорошие деньги. А чего вы сейчас все есть? Смотрите, квартиру вы купили, машину есть. Чего вам не хватает? Ну что вы, ну сидите все спокойно, что вы все продолжаете эту деятельность? Вам это надо? Я немного уточню. За всю работу в НЛ мы купили две квартиры. Одну квартиру я подарила маме, перевезла ее с маленького города, с Павлодара, рядом с Новосибирском есть город, такой Павлодар, и оттуда родом. Перевезла ее сюда в Алматы, здесь купили двухкомнатную квартиру, полностью все обставили с ремонтом. И вот вторую себя взяли четырехкомнатную, так как у нас разнополые дети, уже большие. Получили два автобонуса от компании. Первый Мерседес С-класса, второй Мерседес Е-класса. Скажу сразу, то, что деньги, они давно меня не особо сильно мотивируют. Я понимаю головой то, что можно зарабатывать абсолютно любые суммы денег, но деньги – это краткосрочная мотивация. Почему? Потому что, ну, допустим, мне неинтересны какие-то различные бренды или еще что-то подобное. я простой обычный человек обычного воспитания и как-то к этому непривычно, к таким тратам. Что меня мотивирует? В 2016 году я это поняла. Самая долгосрочная мотивация – это рост и результаты людей, которые приходят в команду. в свое время это очень сильно помогло вырасти мне именно ментально, как наставнику, плюс это помогло вырасти моим людям и помогло мне научиться видеть в людях потенциал. Каким образом? Когда в 2016 году после школы президента Варокко общаясь с одним из лидеров корпоративного совета, мне просто запала фраза такая, что нужно смотреть вперед, чего ты хочешь. И когда я себе задала вопрос, чего же я все-таки хочу именно в отношении бизнеса, мне захотелось, чтобы у меня были такие же лидеры, как я в команде. в тот момент мне хотелось ну вот хотя бы 10 человек, чтобы были с таким же доходом, с такой же квалификацией, с машинами, полностью всем. И в течение трех месяцев мы вырастили порядка 10 человек. Вот школа была в октябре, ноябрь, декабрь, январь, в феврале у нас был день рождения компании. В течение трех месяцев мы нарастили 10 лидерских квалификаций с людьми. В 2017-2018 год я повторила свою цель, но я ее удвоила. Поставила себе задачу вырастить 20 человек до лидерских квалификаций. И так и произошло. Мы вырастили до 20. И сейчас в последнее время я стараюсь себе ставить цели не сколько в деньгах, а сколько скольким людям я могу помочь поменять что-то в жизни, начать зарабатывать больше, помочь вырасти, помочь измениться, изменить свое мышление, видеть в других людях гораздо больше, чем ты видишь с первого раза. Очень много ребят в нашей команде купили квартиры, изменили свои какие-то жилищные условия. В команде 22 автобонуса у нас за все время работа в НЛ. И когда ты работаешь на результат своих людей, это долгосрочная мотивация, которая не заканчивается никогда. И тут ты получаешь энергию именно от людей, живую энергию, живую благодарность за твое участие. Хотя многим кажется, что ты ничего особого не делаешь, но ты помогаешь, направляешь внушное русло, какие-то действия или еще что-то, обучаешь человека именно каким-то лидерским качеством, виденью и учишь людей смотреть вперед, не перестать оглядываться назад. Бывает падение, без этого никак, но всегда нужно уметь подниматься. Тот, кто умеет подниматься, он всегда взлетит еще выше, чем было до. Есть люди, которые упали и остаются в том же положении, даже не стремятся пойти посмотреть, что будет дальше. И многие люди живут в прошлом. Вот у меня была команда, вот у меня было то, вот у меня было это, как мне теперь быть, и все время смотрят назад. А вот та фраза, она мне очень сильно помогла, смотри вперед, чего ты хочешь, чего ты хочешь в будущем, как ты хочешь жить, какая у тебя команда, какие у тебя люди будут. И это очень сильно помогает двигаться дальше, потому что ты будешь получать ровно то, что ты видишь у себя дальше. Вот такая мне мотивация. Спасибо вам большое за эту беседу, за то, что вы такая душевная, открытая, честная, простая, вы замечательная. Большое вам спасибо. И прежде, чем я скажу, это был НЛ-подкаст «История успеха», и мы беседовали с Гульзатом Рахимбековой, я хочу к вам обратиться с двумя просьбами. Я открою небольшую тайну. Перед началом записи подкаста вы сказали своим детям, дети, мы будем час беседовать, сидите тихо. И они сидят тихо-тихо. Познакомите меня со своими детьми? Да, конечно. Они у меня школьники уже, старшей дочери 11 лет и двойняшки по 9,5 лет им. А потом у меня еще будет кому-то одна просьба. Хорошо. Я хочу сказать большое спасибо вашим детям, что они такие молодцы и так тихо себя вели. Сейчас я их еще найду. Теперь новая квартира, сейчас мы найдем детей. Где они спрятались там, эти тихони? Жан-соя, можно тебя? Пойдем туда. Здесь хотят с вами познакомиться. А где Аль-Би, Ади-Я, Ади-Я, Ага, сейчас они идут у меня. Пойдемте сюда. Друзья, я с вами хотела с вами слушать этот подкаст. Когда у вас будут какие-то встречи, вы обязательно с Гульзат, если не знакомы, познакомьтесь лично, она замечательная. Дети, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас совершенно замечательная мама. Она у вас очень хорошая и добрая. Вы знаете об этом? Да. Любите ее сильно, любите ее. Договорились? Спасибо. Гульзат, спасибо большое. У вас очень красивые дети. А второй момент, вы же меня извините, я хочу посмотреть ваш вид из окна. вы сказали, что у вас совершенно сумасшедший вид из окна. Сегодня у нас пасмурно, но я покажу вам все равно. Хорошо. А так у нас пасмурно. Просто туман, видимо, в горах идет снег. Очень красиво. Я не знаю, видно вам или нет. Не видно, не видно, что у вас красивые районы, я вижу горы, абсолютно все хорошо. Да. Просто, видимо, там снег идет, сегодня горы не очень хорошо. Видно, там туман, снег идет. А так вообще отлично. Спасибо вам большое. Пусть ваши мечты обязательно все сбудутся. С вами было очень-очень приятно познакомиться, пообщаться и услышать вот этот искренний рассказ о том, как все это происходило и что вас привело к тому моменту в жизни, в котором вы находитесь. И очень приятно, просто очень приятно то, что для вас на первом месте люди, которые вас окружают. Спасибо огромное. Вам спасибо, Алексей. Очень приятно было поговорить. Меня этому никто не учил. Говорю именно так, как умею. Спасибо вам. Друзья, это был НЛ-подкаст «История успеха». Это была Гульзат Архимбекова. Гульзат, с наступающим вас Новым годом. Счастья, удачи, здоровья. Спасибо. НЛ-подкаст «Истории успеха».